Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл наших передач Тайной Вечной Книги. Сегодня глава Корах в студии, как всегда, доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте! Здравствуйте! Начинаем новую главу. Очень интересное свойство в нас, как мы говорим, Корах. Корах был двоюродным братом Мушея и Арона. Он был избран одним из носителей ковчега, так напишено в Великом Комментарии. Более того, Корах был весьма образованным ученым-человеком. Иначе как он мог носить ковчег? Ковчег носить – это значит держать на весу, то есть не опуская на землю, в эгоизм, не опуская все устремление к Творцу. Ковчег лицетворяет собой исправленную душу, в которой раскрывается Творец. Пока раскрывается только лишь, говоря бы, на Крувим, как называется Крувим? Ангелы. Ангелы, на крышке ковчега. И оттуда доносится как бы голос Творца. То есть достигается свойство бины, и оттуда постоянно доносится этот голос. То есть тот, кто держит ковчег, он должен обладать этими свойствами. Так что… Вот интересно, вот тот, кто держит ковчег, он, в принципе, опирается о землю, да? И поднимает ковчег, неся его над землей. Да, но это кажется, что поднимает ковчег. На самом деле ковчег поднимает их над землей. Вот это очень интересно. Понимаешь? Потому что это свойство бины. И они несут ковчег, а ковчег несет их. То есть они как бы парят, получается? Да. И как бы поднимаются над землей. Они… Тот, кто держит ковчег выше эгоизма, оказывается, что он сам при этом находится выше эгоизма. То есть работая как бы на Творца, работая на отдачу Творцу, ты поднимаешься сам. То есть ковчег отрывает их как бы от эгоизма. Да. То есть на самом деле не ты делаешь какое-то одолжение и отдачу Творцу или кому-то, а этим поднимаешь себя. Ну, там тем более у меня будет масса вопросов. Как вот такое свойство или такой человек, ну, ладно, человек, такое свойство внутри нас. И вот что сейчас будет происходить. Я просто продолжу немножко. Но о нем сказаны еще и вот такие вещи. Несмотря на свои исключительные качества, корох… А, нет, вот в годы египетского пленения он был казначеем фараона. И надеялся, что евреи останутся в Египте, и он будет единственным распорядителем царской казны. То есть добавлена еще такая… То есть хотел переделать все, что находится в эгоистическом огромном желании, то есть во всей природе эгоистической. Надеялся переделать это все на отдачу. А, вот так вот вы это переводите? Конечно, да. То есть я-то думал, что он как бы в этом был плох. Нет, наоборот, он же был мудрец. Мудрецом считается не человек умный, а человек, который знает, что делать с умом. А вот что, когда говорится, он будет единственным распорядителем царской казны. То есть он возьмет на себя эту задачу превратить получающие действия в отдачу, то есть достигнет полного исправления. То есть все богатство эгоизма… Приведет к полному исправлению, да. Все богатство эгоизма перевернуть на отдачу. Ну, у него были высокие задачи. Вот он дальше куда упал, сейчас посмотрим. Он был готов к ним? Несмотря на свои исключительные качества, Корах никогда бы не посмел, написано, противостоять Моше. Это в большом комментарии написано. Если бы не его жена, которая потакала самоуверенности своего мужа, непрестанно уверяя его, что он ни в чем не уступает Моше и Арону, к несчастью Корах прислушался к ее словам. Ну, это как обычно, через то же самое, что с Адамом происходит и здесь. То есть змей делает свое дело, да, и женщина – это желание получить в нас, да? Да. То есть, говорит, ты можешь первым быть противорожным. Ты можешь сделать скольчий, ты можешь быть не связанным с Моше. А Моше – это свойство отдачи, чистое свойство отдачи. И поэтому, когда Корах отрывается от этого, то он уже не может ни с казну ни с чем иметь дело. То есть, казна имеется в виду эгоистические силы, которые ты можешь постепенно превратить в альтруистические. Так вот, мы приступаем к этой главе, в которой говорится о восстании Кораха. Восстании Кораха против Моше и Арона. В принципе, об этом… В каждом из нас Моше и Арон и Корах, и вот между ними идет борьба. Вот, несмотря на его вот эти высокие качества, вот что происходит. И отделился Корах, сын Идзара, сын Кигата, сын Леви, и Датан, и Аверам, еще двое, сын Илеава, и он, сын Пелета, сына Реувана, и предстали перед Моше вместе с людьми из сынов Израиля. 250 человек, вожди общества, призываемые на собрание люди именитые, написано. Да. И собрались против Моше и Ароны и сказали им, полно вам, ведь все общество… Хватит командовать. Да, ведь все общество… Дайте порулить. Вот они говорят, ведь все общество, все святы, не только вы, и среди них Бог. Отчего же вознеслись вы над собранием Бога? Да, это верно. То есть, все хотят… Но, минуточку, надо понимать это все не в том смысле, что они желают убрать Моше, а в том смысле, что они хотят сами тоже достичь такой же ступени. Вот я, если вы не возражаете, потому что тут добавляет великий комментарий их слова, он дальше говорит, что приобрел еврейский народ под вашим руководством. Из-за вас жизнь стала гораздо тяжелее, нежели в Египте. Мы платим труму коинам, я не знаю, как переводится, трума на русский. Ну, это какой-то мзду, ну, неважно. Мзду, да. И Моасер десятину левитам. Помимо этого коины получают от нас 24 различных дара. Да к тому же каждый год 15 тысяч евреев погибают в пустыне. Тебе, Моше, мало того, что вся власть в твоих руках. Ты своему брату отдал пост первосвященника. А между тем у вас обоих нет никакого права объявлять себя главами общины. Все члены, которые святы, и среди которых обитает Чхена. В ярости Корох и его сообщники были готовы забросать Моше и Арона камнями. Это добавляет великий комментарий. Восстание эгоистическое, внутреннее в человеке, вот как оно проявляется. Когда ты смотришь на... На нашу жизнь. Да, но на театрализацию всего этого дела, как это можно сделать постановку театральную, конечно, это революционный бунт. Броневика не хватает. А на самом деле это в человеке возникают вот такие свойства. И они действительно говорят, что можно достичь полного подобия Творцу не через свойства Арона и Муше, а другим путем, более лучшим, кратким, менее затратным. То, что погибает каждый год 15 тысяч человек, это естественно, потому что еще в прошлой главе говорилось о том, что весь, все поколение должно погибнуть. И только после того, как оно погибнет, в течение 40 лет будет гибнуть каждый год такое-то количество людей, то только новое поколение, уже рожденное в пустыне, оно вступит в пределы границ земли Израиля. Так что они их, эти желания в человеке, кора, дотан, все они считают, что можно идти другим путем, более коротким, менее трагическим. Какой путь они предлагают? Здесь дальше особенно не написано, какой путь. Какой путь они предлагают? Не важно какой. Если это будет под моим руководством, это уже будет другой путь. Понятно. Нет, но это на самом деле серьезно, это с точки зрения, я могу сделать так, чтобы этот народ, то есть все мои желания, они называются вместе народ, все мои желания, я могу сделать так, что все мои желания будут более активно, более эффективно работать на отдачу всему народу и всему миру, и творцу через них по сравнению с той идеологией, с той методикой, которую я получил со свойством Моше во мне. Я теперь вижу, что есть еще одна сила, противоположная Моше, другая, допустим, не противоположная же может быть настолько, с которой я могу идти. И вот я начинаю сомневаться, как человек. Что дальше происходит? Ну, значит, вот я, во-первых, сейчас посмотрел, 15 тысяч евреев погибают в пустыне, действительно, умножить на 40, получается 600 тысяч. А вот действительно так. Да, это имелось в виду вообще все это поколение, 600 тысяч, вот этих мужчин, грубо говоря, свойств, вышедших из... Только сейчас обратил внимание. То есть обновление идет полное, абсолютное. Да. Полностью исчезает ступень это, вот это вот. Не могут рабы стать свободными людьми в такой степени, чтобы они жили внутри своих желаний, которые были когда-то порабощены. А теперь бы они с помощью этих желаний, практически они же могли с помощью их отдавать, влиять, любить. Вместо... В этих желаниях когда-то буйствовал эгоизм, ненависть. Гора Синай, ненависть проявлялась. И здесь они ее исправляют на любовь. Надо пройти состояние, когда ты полностью аннулируешь себя. Это и есть ощущение смерти. Вот я вижу, в чем еще восстание Короха. Он хотел еще это поколение, чтобы вошло. То есть он хотел перескатить ступени. Время у нас вот эта вот проблема. Ну... Перескакивание ступеней. Ничего не сделаешь. Авиу Ванадав, там, сыны Аарона и так далее. Все хотят перескочить ступени. Они бы перескочили ступень, если бы не побоялись то, что им говорили эти мироглим, как они, ну... Разведчики. Разведчики. И тогда бы они смогли бы сразу войти в землю Израиля. Если бы не остановились. Но для этого надо было подняться на уровень веры выше знания. На такой уровень, который они не могли подняться. И поэтому вот они сейчас исправляют это. Дальше вот что. То и услышал Муша и пал ниц, и говорил Короху и всем сообщникам его так. Завтра утром известит Бог, кто его и кто свят, и того приблизит к себе. И кого изберет он, того приблизит к себе. Вот что сделайте. Возьмите себе совки. Корох и все сообщники его. И положите в них огонь. И кладите на них семь благовоний перед Богом завтра. И будет человек, которого изберет Бог, тот свят, полно вам, сыны Леви. Дальше с совком и со всеми этими делами еще происходят какие-то вещи. Вот что это такое благовоние на совке? Это отражен обратный свет. Это клей, сосуд. То есть исправленные желания, которые каждый может принести, как правильно исправленное состояние души. и он приносит его для контакта с Творцом, с высшей силой отдачи и любви, и проверяет, находится ли он с ней в синергии, в подобии. Так вот, ну там произошло дальше то, что Земля... Да-да-да. То есть они должны принести вот это вот свое как бы... Каждый совок с углями как бы, с оговорониями. То есть они должны принести вот это, как вы говорите, отраженный свет. Да, это отдача. Это подъем желаний, подъем мана. Это как бы отдача. Отдача их и Творец должен определить, действительно ли это отдача, да? Такое свойство в человеке, оно может найти контакт с Творцом, потому что он полностью при этом должен отречься от своих каких бы то ни было эгоистических запросов и все устремить только вот в эти благовония, так называемые. Эти благовония, рэх дихоах, это когда ничего не остается от растений, допустим, благовоний, как бы, а только вот этот вот запах. То есть ничего не остается себе, а только поднимается... Да, Творцу. Да, такое лицетворение. И Творец должен определить, что у кого действительно есть это. Когда ты это от себя выдаешь, воскуряешь, тогда решается твоя судьба, правильно ли это сделал или нет. Если нет, то тогда и твоя ступень эта погибает, вместо нее требуется следующая ступень, а если да, то тогда вот может произойти так же, как расцвел жезл Аарона. Вот сейчас он будет расцветать. Да, да. В этой главе. Вот следующее проявление такого примера. Ну, тогда дальше пойдем немножко. «И сказал Моше Короху, слушайте же, сыны Леви, мало вам того, что выделил вас всесильный Израиль из общества Израиля и приблизил вас к себе для совершения службы в шатре откровения Бога, чтобы стоять перед обществом, чтобы служить за них, и приблизил тебя и всех братьев твоих, сынов Леви с тобой, а вы просите еще и священнослужения». Это все, опять-таки, происходит внутри человека. Вот это проблема. Потому что театрализованная такая постановка, она очень привлекательная. Тут ясно все перед нами, тут бунт, и все это... А на самом деле, когда мы рассматриваем это, как говорит Тора, что она обращается только к одному человеку, то это намного сложнее. Мне тут надо определить, кто у меня Моше Аарон, Корох и вся эта, да, ну, вся эта компания, которая с ним, да. Что это за желания мои, за это за свойства, почему они находятся вот в таком противоречии между собой, когда проявляется именно это противоречие, чем он лучше или хуже Моше и так далее, что это за свойства такие. А может, я правда с их помощью... То есть, когда во мне они говорят, я обязательно должен пройти это состояние. Тора говорит о том, что любые состояния, все, что там находится, человек должен пройти. Вот я хочу выявить их в себе. Когда я буду находиться в таком состоянии, когда я буду видеть, что со мной происходит, и я буду проходить эти состояния, как Корох, который разжег это самое... Во-первых, очень интересно, когда я прихожу и говорю, я могу вести народ лучше, чем ты, обращаясь к Моше, после этого Моше говорит, хорошо, договорились, приходите все со своими совками. Почему я должен его слушать? Я же говорю, что я лучше понимаю движение, чем он. Понимаете? То есть, почему я все равно покоряюсь этому свойству? Моше. Моше. Да, вот тут очень много есть таких вопросов. Внутренний мир человека при этом находится в таком сумбуре. То есть, с одной стороны, я как бы ему не покоряюсь, с другой стороны, почему я ему покоряюсь? Да, и слушают полностью все, что Моше указывает. То есть, здесь, ну, если углубляться, так понятно, что Корах, он говорит только о реализации какого-то определенного момента, состояния, а не полностью захвата ступени Моше, потому что это ступень абсолютной бины, это ступень полной связи с Творцом. Так что, естественно, на это не претендует. Он говорит именно о другом. Весь вопрос в чем? Если я нахожусь на уровне бины, то я этим, может быть, обрываю связь с Молхут, удаляюсь от народа. И поэтому в чем-то он может быть прав. Ты видишь, что желания остальные, и они все не эгоистические, они все исправленные, тоже понимают, что нет здесь какой-то связи между биной и Молхут. И поэтому Моше здесь, он может командовать, но что-то в его командах, в этом свойстве, не работает с моим эгоизмом. Ну, в общем... Очень интересно. Знаете, вы все время объясняете так, что действительно нет зла внутри нас, вот на этих свойствах злых. То есть это не зло. Он все время хочет большего продвижения. Все, то есть говорит только о том, как больше отдать, как можно вознестись, как можно увлечь за собой, как можно представить все в слиянии с Творцом. И корох тоже... Как ускорить этот путь. Вот видите, а вот так внешне, когда смотришь, сплошные убийства, страдания и борьба добра со злом, тут вот постоянно вы все время оправдываете всех восставших. Понимаете? Ну, это же... Как Мирьям, Саронам, так весь народ Израиля, так и Короха. Вы все время находитесь в оправдании их. Эти свойства, они поднимаются в нас. Они, конечно, выявление всевозможных наших свойств эгоистических, больше или меньше. Это же все находится по пути к исправлению. Но все равно они между собой находятся в... ну, в соревновании, я бы сказал, в конкуренции. Какое из них может причинить большую скорость, вызвать большую скорость, большее подобие творцу, большее привлечение желаний, чтобы участвовали в этом движении, понимание подъема на ступени, сделать этот подъем более интенсивным. Ведь поднимаются и по свойству желаний эгоистического левой линии, и по свойству правой линии. Вот как подняться по средней линии, максимально привлекая эти две линии в связи между собой, где находится вот эта связка правильная между правой и левой линией. здесь есть очень много тонкостей. Мы это проходим отчасти в книге «Древо жизни Арии» или в учении о десяти сферотах Баля Сулама, но в общем, на самом деле это намного-намного более сложная система, многоуровневая, и поэтому есть там места вот для таких вот для постоянных сомнений. постоянных сомнений. Сомнения, они специальные. Почему? Потому что именно когда человек сомневается, у него возникает возможность, необходимость подняться еще выше в свойство отдачи над свойством получения. То есть каждое сомнение, оно дает тебе возможность решить это сомнение с помощью подъема выше него. Поэтому постоянно, постоянно вся Тора, она в сомнениях, во всяких этих разборках, потому что только таким образом человек может подняться до уровня Творца. Но вся система подъема, она в сомнении. Я не знаю, как сделать, я не знаю, что тут предпринять, я спрашиваю мои эгоистические желания, спрашиваю мой разум, все мои ощущения, весь мой опыт, все, что было, все, что есть, это все играется мною, как бы разыгрывается в такой театральной сцене, как здесь, с Корохом, 250 человек с ним там и так далее. То есть огромное количество моих желаний да, за, против и так далее. И в итоге выход в подъеме выше себя. И это и есть продвижение вперед. Поэтому вы все время говорите соединение, соединение, единство, это и есть Закрыв глаза, пойти на объединение и таким образом выжить и продвинуться вперед. То есть с этой высоты только. Но это же сразу не чувствуется, потому что когда восстают такие в тебе желания, как Корох и это и Дачило, ну, группа, которая с ним, то человек находится в таком внутреннем противоречии, раздвоении. Ну, кажется, что он прав. Да, естественно, естественно. И поэтому только маленькое-маленькое какое-то какое-то свойство, которое остается в нем и которое он в критическую минуту раскрывает и может использовать, она поднимает его выше. Вот интересно, что все вот эти как бы, как мы говорим, прегрешения, но в хорошем смысле производятся великими праведниками. конечно. Вид водители 12 арен заходят в Эрц Исраэль и видят там великанов. Что они потом? до этого Мирьям, Сароном, что творится? Именно о них говорится. Только высокие свойства, они являются такими выдающими нам революцией. Самые такие сложные состояния. Да. Ну и потом надо сказать, что то, что мы считаем, что земля их поглотила, там, побили камнями, сожгли, неважно, как и что, сделать, это все исправление этого эгоизма. четыре уровня. Да, по четырех уровням величины эгоизма, в соответствии есть четыре способа как бы его умертвления. Ну вот, это Моше сказал Кораху и дальше и послал Моше позвать Датана и Аверама. Кстати, об этих ребятах свойствах в нас надо сказать, что там написано в большом комментарии, что это именно они заложили Моше, что он убил египтян. Знаете, вот Датан и Амерам. Датан после вот этого убийства, когда он увидел египтянина и убил. Именно евреи эти двое Датан и Амерам сообщили фараону, что это он убил. Так написано в большом комментарии. Так и послал Моше позвать Датана и Аверама, сынов Элиава, но они сказали не пойдем. Разве мало того, что вывел ты нас из страны текущей молоком и медом, чтобы умертвить нас в пустыне, ты еще и властвовать хочешь над нами, не привел ты нас в страну текущую молоком и медом и не дал нам хоть по участку поля и виноградника. Неужели глаза тем людям выколешь? Не пойдем. Да, то есть уже ясно им, что они умрут. Ясно, да? Минуточку. Если Творец сказал всем свойствам человека, что те, кто вот на сегодняшний день сейчас работают, неважно на каком уровне духовном они находятся, все они умрут. Ни одно это свойство в его настоящем виде не готово для того, чтобы войти на уровень земля Израиля. То есть на полную отдачу и любовь. Так, конечно, как после этого вообще весь народ может к мужу и относиться? Да, конечно. Смотри, до какого состояния ты нас завел. Не важно, что это были заглядаты, эти разведчики, не важно, кто там и что там провинился, ты ведешь, значит, ты ответственен за все. И вот смотри, до чего ты нас довел. То есть мы теперь знаем только одно, подходит определенный день в году, называемый девятая Ава, каждый из нас вырывает себе могилу, ложится в нее и проводит в этой могиле весь день, находясь в могиле. И так забирают 15 тысяч, да? И 15 тысяч каждый год умирает. И они не знают, кто умрет. Никто не знает. Ложатся все. Ложатся все. Ой-ой-ой. Красиво, да? И наконец-то. Вот и все. И как же может народ относиться к мужу? Ты понимаешь, то есть здесь возникает стра уже такое необходимое чувство, такая потребность. Я должен подняться над собой. Я должен держаться за следующую ступень. Там, где я буду уже другим, умершим в своих настоящих качествах. И принявшим на себя другое, новое свойство отдачи. Так вот, они дотан и авирам, они не идут, не идут. Они не могут оторваться от своего этого состояния. Не могут отда... Ты представляешь, на самом деле, если сделать вот такой Голливуд, не, представляете, такое, значит, все ложатся о муше. Благодаря ему или не благодаря, а наоборот, все они сейчас должны лечь в могилы, и 15 тысяч из них не встанет. Представляете, вот так вот, значит, это называется тревожное ожидание, саспенс. Именно вот так вот лежишь, и ждут. Начинается подъем, и кто-то остался, а часть поднимает. Остальные поднимаются, засыпают могилы эти. 15 тысяч. Да. Вот, и идут дальше. Вот можно, нам осталось не так много времени, вот именно это объяснить, вот что это такое, поднимаются, засыпают могилы вот этих, которые остались. то есть те, которые выжили, они должны дальше развиваться, для них еще не наступил тот уровень, когда они могут умереть. Недостаточно эгоистичны. Не представляете, то есть они умрут. Кен, обязательно, обязательно. Они это знают? Конечно, как это, это известно заранее. То есть все равно. В начале 40 лет известно всем, что все они обречены на смерть, что с этими свойствами они жить не могут. Но зато следующее поколение, оно войдет в свойство полной отдачи и единения с Творцом. И этим они живут, как народ, да? Конечно, конечно. То есть они живут для следующего поколения? Да, то есть они прорастают в следующем поколении. Следующее поколение, это их трансформация, следующий гильгулик, так называемый, кругооборот. Вот все равно еще один вопрос, мы близки уже к концу передачи. Здесь вот говорится очень интересно, Датан и Аверам говорят, мы вышли из Египта там текущего молоком и медом и должны были войти в страну текущего молоком и медом. Да. То есть они ощущают, что Египет был текущим молоком и медом. Действительно так и было. Страна эта тоже текущая молоком и медом. Они не ушли оттуда, потому что им было физически плохо. Физически Египет полностью давал им все. То есть это эгоизм, который снабжает тебя абсолютно всем. А здесь ты идешь в свойстве альтруизма, в свойстве отдачи в этой пустыне, ман какой-то там, который на тебя падает. То есть ты живешь только тем, что ты поднимаешь свои молитвы вверх для того, чтобы исправиться и быть только в тех мыслях, в которых ты можешь отдавать и заботиться о других, в этих мыслях ты ощущаешь жизненную силу и можешь дышать и продвигаться вперед. Только вот в этом. Знаешь, то есть это такая вообще серия воспитательных действий на человека, что это... Все равно их привлекает страна, текущая молоком и медом. Все равно их покупают... Но они хотят... Зачем нам идти вперед? Давай вернемся назад? Фараон нас там встретит с объятиями и снова отдаст нам в эту землю тоже текущую молоком и медом, тоже... Это Гошин, самая лучшая земля Египта. То есть он бы встретил их с объятиями? Конечно, конечно. Встретил. Да. Он не закрывает двери за собой. Это... Тянет назад. Спасибо большое, дорогие друзья. Ну, вот мы все равно двигаемся в Эрт-Асраиль. Будьте с нами и дальше. Будем продолжать эту главу в великолепную корах. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok